30-летний юбилей Академии наук Республики Татарстан. Я хочу поблагодарить всех, кто нашел время и приехал в Казань для участия в нашем мероприятии. Золотой век татарской литературы. Презентация книги «Татарская полы». Здесь на первом плане мои новые рассказы, повести. Вторая часть – это очерки о татарских поэтах Асибархакина. Осы атакуют. Как избавиться от непрошенных гостей? Внездятся они в подходящих, достаточно укромных, теплых, сухих местах. Всем привет! В эфире «Универньюз», а в студии Рамиля Мухамедшина. В зале попечительского совета прошло заседание ученого совета Казанского федерального университета. Мероприятие открыла церемония вручения наград Республики Татарстан и Российской Федерации работникам КФУ. Об итогах заседания расскажем в следующем выпуске. Ректор КФУ Ильшат Гафуров принял участие во встрече президента Республики Татарстан с представителями научного сообщества. Встреча прошла в рамках празднования 30-летия со дня образования Академии наук Татарстана. В Академии наук Республики Татарстан состоялось торжественное заседание, посвященное 30-летию Академии наук РТ и 100-летию Академической науки в Республике Татарстан в рамках третьего Всемирного форума татарских ученых. Почетными гостями мероприятия стали государственный советник Республики Татарстан Минтимир Шаймиев, руководитель аппарата президента РТ Азгад Сафаров, заместитель премьер-министр РТ Лейла Фазлеева, ректор Казанска Федерального университета Ильшат Гафуров, представитель научного сообщества высшей школы, общественные деятели и другие. Открыл пленарное заседание президента Академии наук Республики Татарстан Мегзюм Салахов с закладом Академической науки Татарстана «История и современность». В течение последних трех дней шло масштабное обсуждение наиболее важных научных проблем с участием более 500 ученых. Я хочу поблагодарить всех, кто нашел время и приехал в Казань для участия в наших мероприятиях. И, собственно, все эти юбилейные события взаимосвязаны со столетиями нашей республики и являются свидетельством интеллектуальной мощи, целеустремленности и трудолюбия народов Татарстана. Также Мегзюм Салахов отметил, что на сегодняшний день Академия наук по праву является центром духовно-интеллектуальной культуры, одним из символов Республики Татарстан. Она участвует в решении многих насущных вопросов научно-технического и культурно-просветительского характера. Далее слово передали государственному советнику Республики Татарстан Ментимер Шаймиеву. 30 лет назад мы создали Республику Академию наук. Я должен сказать, что в то сложное время это было судьбоносное решение. Это стало возможным благодаря принятию нами декларации о государственном суверенитете нашей республики. В ответ на это ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров в своей поздравительной речи подчеркнул, что для него, как для ректора КФУ и члена Академии, особенно отрадно, что налажено такое масштабное и продуктивное сотрудничество между учреждениями. Только среди сотрудников университета сегодня 8 академиков и 14 членов-корреспондентов Академии. В том числе и многие руководители нашей академики являются сотрудниками Казанского университета. Сегодня, ни с всяких сомнений, наша Академия наук выполняет консолидирующий и координирующий роль во многих областях, поскольку в Республиках добрых несколько десятков позов и не меньше научных центров в разные ведомственные принадлежности. Отметим, что Академия наук РТ вносит значительный вклад в общественно-политическое развитие Республики, в формирование современной научно-образовательной политики, а также в дело сохранения и преумножения культурных и духовных традиций народа Татарстана. Елизавета Никитина, Фарид Захитаглы, Универньюз. Решат Гузееров, проректор по общим вопросам КФУ, представил доклад в рамках заседания комиссии при Министерстве образования и науки РТ по противодействию коррупции. В ходе своего выступления он отметил, что нормативно-правовая база противодействия коррупции в КФУ создана и в целом является достаточной для результативной антикоррупционной деятельности. Что изменится на площади перед главным зданием Казанского федерального университета? Расскажем в следующем сюжете. Излюбленное место встречи студентов Казанского университета, сковородка перед главным зданием, наконец обретет благопристойный вид. Небольшую площадь украшает памятник выдающемуся студенту КФУ Владимиру Ильичу Ленину. Название места – давняя шутка. Летом солнечные лучи, освещающие скамейки, поджаривают студентов до хрустящей корочки. По поручению ректора начаты работы по ремонту скамеек, так как они были в изношенном состоянии, вы можете посмотреть даже по скамеям, которые находятся с нами рядом. Уже работы длится примерно неделю, но еще через неделю, я думаю, мы закончим. Это касаемо только самих скамейек. Также еще необходимо проводить работы по ремонту гранит-покрытия, но так как уже погода холодная, скорее всего, данную работу будем производить на следующий год, для того, чтобы студенты могли спокойно проводить время. Ремонтные работы стартовали после того, как городские власти передали сковородку в распоряжение Казанского федерального университета. Ариадна Кугушева, Александр Кузнецов, Универньюз. Каждое произведение имеет свою историю, так как книга Талгата Галиулина «Татарская полынь» выбрала в себя увлекательные жизненные события и жизнь людей, личного опыта самого писателя. Она открывает всю силу творчества доктора филологических наук Талгата Галиулина. О том, как прошла презентация книги, узнаете в сюжете нашего корреспондента. В Институте филологии и межкультурной коммуникации Казанского федерального университета прошла презентация книги «Татарская полынь» доктора филологических наук, научного консультанта кафедры татарской литературы Талгата Галиулина. С приветственным словом от имени Казанского университета и ректора Ильшата Гафурова выступил Тимирхан Алишев, проректор по образовательной деятельности. Я хочу пожелать вам успехов, здоровья, самое главное, чтобы вы как можно больше были с нами, работали в Казанском университете, приходили сюда, и чтобы студенты имели возможность прикоснуться к вашему литературному творчеству, к вашему опыту и мудрости. Это 39-я книга писателя. Она многожанровая и вбирает в себя все творчество Талгата Галиулина и его воспоминания. Здесь на первом плане мои новые рассказы, повести. Вторая часть – это очерки о татарских поэтах, от Сибадхакина, Ильдар Юзеев, Шакат Галеев, которые ушли от нас, но оставили глубокие следы в развитии татарской литературы. И третья, основная часть – это современные татарские литературы. На художественном вечере в честь выпуска новой книги писателя прочитали и отрывки из других произведений Талгата Галиулина. По словам Флеры Сайфулиной, заведующей кафедрой татарской литературы, книга раскрывает авторы как писателя, ученого и критика. Конечно, в первую очередь мы Талгат Набича знаем как ученого. Он наш руководитель. Он на сегодняшний день также работает на кафедре татарской литературы как научный консультант. Поэтому мы, конечно, его воспринимаем в первую очередь как ученого-литературоведа, который известен не только в татарском мире. Творчество писателя многогранно. Его произведения актуальны и по сей день. Книги автора читают разные поколения. Отметим, что новое издание билингвальное и вскоре будет доступно на русском и татарском языках. Джимми Небаева, Фарид Захидуглы, Универньюз. Насекомые атакуют дома и офисы. С каждым днем их численность лишь растет. Как переиграть Асу, если она уже свела гнездо под твоим карнизом? В сети появляется все больше видео настоящей войны с насекомыми. Несмотря на угрозу расправы, незваные гости прилетают полакомиться остатками пищи и нередко остаются навсегда. Ситуация усугубляется в августе, когда насекомые размножаются и создают гнезда для зимовки. Гнездятся они в подходящих, достаточно укромных, теплых, сухих местах. Это чердаки, даже чердаки наших обыкновенных многоэтажек. Если они есть, там какие-то технические этажи, это вполне все пригодно для ОС. Под карнизами, ну, разумеется, замечательное место гнездования для них. Это старые постройки, деревянные дома, которые еще сохранились в некоторых районах Казани. Чего точно не стоит делать, так это ворошить осиное гнездо. Эксперт Казанского университета советует не трогать насекомых. Но если они мешают жить, обратиться в специальные службы или устранить осиный дом, соблюдая меры предосторожности. Желательно сделать это не теплым полднем, а где-нибудь после заката, когда активность насекомых снижается, начиная с литка, с отверстия, закрыть гнездо, ну и потом, в конце концов, просто оторвать его от основания, пользуясь толстым слоем влажной ткани, которую не смогут пронзить жалом насекомые. Яд осы – сильный аллерген, вызывающий анафилактическую реакцию. Самые опасные укусы в район лица и шеи. Они долго не проходят, могут привести к отеку языка и гортани, а так недолго и задохнуться. Считается, что смертельная доза яда для человека равна 500 тысяч укусам. Но даже если вас укусило две осы, врачи советуют не заниматься самолечением, а обращаться в больницу. Ариадна Кугушева, Фарид Захит Аглы, Универньюз. На этом все. В студии была Рамиля Мухаммедшина. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова